Родители историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказали, что узнали о задержании сына от знакомых. По словам его матери Людмилы, семья радовалась успехом ученого и поощряла его интерес к французской истории. Я знала одного очень знаменитого историка, даже не историка, любителя. У него было очень много книг про Наполеона, всяких репродукций. Он с ним ходил, занимался, был его другом. С этого все и началось, сказала мама Олега Соколова в интервью. Людмила также согласилась со словами сына, заявившего о чудовищном поведении убитой им Анастасии Ещенко. Мать доцента заявила, что его девушка закатывала скандалы из-за ревности к детям Соколова, а тот обращался к семье за советами. Женщина усомнилась, что сможет когда-либо встретиться с сыном. «Если мы его увидим здесь, мы будем только рады», — сказал отец Соколова. «Мы его уже никогда больше не увидим, мы его, Валера, с тобой потеряли навсегда». Накануне доценту Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на 9-й решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова вытащили из воды у набережной реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. По сведениям источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойке, где позже нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца. Соседка доцента Олега Соколова по дому на набережной Мойки в Петербурге слышала крики скандала и удары, доносившиеся из квартиры доцента в ночь на 8 ноября, когда произошло убийство аспирантки СПБ ГУ Анастасии Ещенко. Как рассказала женщина в эфире программы Андрея Малахова, она не спала в ту ночь и стала невольной свидетельницей происходившего за стенкой. Сначала из квартиры Соколова доносилась громкая ругань мужчины и женщины. Женский голос называл мужчину ублюдком, мужчина кричал ей, что она неблагодарная тварь. Затем соседка услышала удары, как будто кого-то кидали о стену. Женский голос просил, чтобы ее не трогали, однако удары продолжались так, что у соседки, по ее словам, сотрясалась комната. Напомним, Олег Соколов в суде при избрании меры пресечения утверждал, что Анастасия Ещенко в ходе скандала якобы бросилась на него с ножом, после чего он ее застрелил. При этом в качестве оружия использовался обрез малокалиберной винтовки с ручной перезарядкой, из которого Соколов сделал как минимум четыре выстрела. После этого, по версии следствия, злоумышленник целые сутки прятал тело убитой девушки в квартире, купил в магазине ножовку и пакеты и в ночь на 9 ноября расчленил тело, утопив большую часть останков в мойке. Как стало известно, уже после убийства Соколов продолжал общаться по телефону по рабочим делам, назначал встречи и даже, по данным СМИ, принимал гостей в квартире с телом жертвы. Соколову предъявлено обвинение в убийстве, он помещен в СИЗО по 8 января 2020 года. У доцента Соколова нашлись защитники, которые требуют освободить его. У петиции в защиту доцента Соколова, убившего свою молодую любовницу, появились подписчики. Ее автор призывает в соцсетях освободить убийцу и приводит самые разные причины, по которым следует снять с него вину. От преклонного возраста, из-за слух до теории заговора, и подброшенного трупа. Что это такое, сумасшествие или фарс, рассуждают общественники. Происходящее видится на грани абсурда, юрист и правозащитник Геннадий Макаров пишет петицию с требованием освободить и полностью оправдать застрелившего, а затем расчленившего свою любовницу профессора университета. Чтобы инициатива дошла до президента, нужно не менее 100 тысяч подписей, и кажется сомнительным, что столько человек вступится за убийцу и расчленителя. Неужели эта кампания по поддержке убийцы разворачивается всерьез? Кажется к дискуссии присоединились и в СПБ ГУ, сначала МК сообщал, что в университете ничего предосудительного в действиях своего сотрудника не нашли, потом в группе в поддержку Соколового ВКонтакте появилась запись от подписчика Ивана Иванова с абсолютно пустой и закрытой страницей. Некто Иван Иванов выступает в защиту руководства университета, мол, возраст профессора почтенный и не всегда человек может контролировать свои эмоции. Но вспылил, с кем не бывает, что же теперь, наказывать университет, который не реагировал на заявление о том, что Соколов не только странно себя ведет, но и склонен к насильственным действиям. «Хотела получить наследство, да и вообще напала с ножом, значит спровоцировала». «Я лично считаю, что Олег Валерьевич попал в ситуацию, в которой мог бы оказаться любой из нас. Человек сотрудничает со следствием, признает вину. Убийство явно произошло в состоянии аффекта и собственно нападение на него с ножом, человек раскаивается». Пишет один из комментаторов. Но хочется надеяться, что в такой ситуации любой из нас оказаться не может, застрелить любовницу, спрятать ее тело, чтобы спокойно принять на следующий день гостей, потом, уже на третий день после убийства, купить пилу, чтобы расчленить тело и сбросить его в мойку. На состояние аффекта, которым многие защитники склонны оправдывать проступок Соколова, это мало похоже. Но и на этом защитники не останавливаются, появляется теория заговора. Мол, во всем виноват оппонент в научной дискуссии Евгений Понасенков, ведь Соколов жаловался на то, что ему угрожают расправой. Понасенко приписывают эти угрозы, а к тому же сговор со спецслужбами. Встречаются такие комментарии, что невольно думаешь, наверное, эти люди шутят. Просто выбрали не очень удачную тему. Потому что кажется, что нет никаких вариантов развития событий, при которых убийство и расчленение можно было бы оправдать. Не тем, что кто-то считает убитую девушкой легкого поведения, не заслугами убийцы перед наукой, не аффектом, ничем. В данной ситуации, становится жалко родных и близких Анастасии Ещенко. А из головы не выходят слова мамы Олега Соколова. Мы его уже никогда больше не видим, мы его потеряли навсегда.